Здравствуйте! В эфире Электрогорское телевидение. Прямо сейчас о самом главном. На прошлой неделе на выезде из города в сторону села Васютино жителями Электрогорска была обнаружена свалка мусора. Тогда заместитель главы Илья Алялина обещал взять это нарушение под личный контроль. Мы выехали посмотреть, что происходит там сейчас. Совсем недавно на этом месте наша съемочная группа и жители Электрогорска наблюдали свалку мусора. На сегодняшний день ее тут нет. Соответственно, мусор не исчез сам. Его убрали. А убрала его подрядная организация, которую наняла администрация города. Но никто не застрахован от того, что свалка не появится вновь в этом или другом месте. Если все-таки жителями будет обнаружен свал мусора на территорию города, передать информацию об административном нарушении можно в администрацию Электрогорска или отдел Госадомтехнозора. Красивая ритмичная музыка, тонкий звон украшения, притягивающие взгляды и манящие движения красивого женского тела, тонкий стан, плавные линии и загадочно притягательный взгляд. Все это великолепие зовется восточными танцами. Концерт по этому виду танца прошел в выходные. Студия восточного танца «Ла Мисс» дала свой ежегодный отчетный концерт. В зале Дома культуры собрались родители, близкие, любители этого вида танца. В студии, кстати, занимаются не только взрослые, но и дети от 7 лет. Порядка 20 участниц студии «Ла Мисс» выступили в этот день. Гости с улыбкой наблюдали за ними. Многие снимали танцы на телефон, чтобы сохранить эти моменты не только в своей памяти, но и в архиве. Военно-патриотические соревнования прошли для клубов Подмосковья. В полевых условиях ребята провели два дня. Подробности в нашем сюжете. Бежим, бежим, бежим! Давай! Давай, давай, давай! Давай, давай, плывем! Паш, помогай! Соревнования «Электрогорские маневры-2016», посвященные гибели 42 добровольцев, погибших 26 мая 2014 года при боях за аэропорт в городе Донецк, прошли на базе гарнизона «А». Организаторами выступили электрогорское городское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов боевое братство, организация Российский союз ветеранов Афганистана, администрация «Электрогорская» и Центр военно-исторической реконструкции «Гарнизон-А». Сегодня у нас присутствует 9 команд из разных городов Подмосковья, в том числе Сергий Посад, Раменская, Нагинск, Старокупавна, Дмитров и Электрогорская команда. Помимо военно-патриотических клубов присутствовали родственники погибших и почетные гости. Мы вспоминаем наших ребят, отдаем дань уважения и, конечно, скорби нашим ребятам, которые погибли на Донбассе, в Донецком аэропорту, в Луганске, вообще всем нашим настоящим воинам, которые выполняют свой долг и с честью его, конечно, выдерживают. Поэтому хотели бы сказать вечную память нашим ребятам и самое главное, чтобы вы, дорогие наши ребятишки, помнили, какой ценой это остается. Соревнования для ребят проходили два дня. Для них было подготовлено множество этапов, которые нужно было выполнить на отлично. Самой сложной, наверное, была полоса выживания. Это водные преграды, которые ребята сейчас прошли. Проволочное заграждение со звенящими элементами, которые нельзя задевать. Гранатометание. Это участок заграждений в окопах внутри. При одолевании подъема это веревочный этап. Они должны будут на веревке подняться. И стрельба стоя с подхода. Все это заканчивается большим ускорением. Да, сегодня полоса необычная. Раньше это было все внутри, внутри озера. Но поскольку это сейчас одна сплошная водная преграда, мы решили ее раздифференцировать. И пустили это все по пересеченной местности, как раз по берегам. Но получилось гораздо интереснее, лучше и труднее, наверное. Потому что местность очень порезана, местность холмистая и песчаная. Ребятам будет сложно, честно. Также ребят ждали интеллектуальные медицинские конкурсы, этап разминирования и разведения костра. Все судьи были независимыми, а победители выбирали по принципу сильнейший. По итогам победу одержал военно-патриотический клуб «Воин» из города Воскресенск. Отряд «Зорюшки» электрогорского клуба «Доблесть» взял второе место. Третьими стали ребята из Лосино-Петровска. Не забывайте, все наши выпуски доступны в Ютубе и Вконтакте. С вами была Анна Шевальна. Всего доброго и до встречи, НТВЛ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова